Всем здорова! Сегодня с вами снова шоу Вперед в прошлое, где мы рассматриваем старые мобильные телефоны и прочие гаджеты. И в кадре у нас HTC P3300. Это коммуникатор под управлением WinMobile. Его основные фишечки. Мы на них на все посмотрим, даже посмотрим, что внутри корпуса, потому что я его разбирал некоторое время назад, и эти кадры я тоже вставлю. Его основные фишечки это колесико прокрутки, бесконечные прокрутки, которая позволяла читать книги или что-то листать. Сейчас оно уже немножко глючит, то есть оно не то, что раньше. Телефон просто лежал последние полтора года и ничего не делал. Также был у него трекбол, который служил. Ну, выполнял функции вправо-влево. То есть здесь, по сути, вправо-влево, ну, как, допустим, на вот таких устройствах, на нем у меня подсветка сдохла, на таких устройствах было вверх-вниз, вправо-влево. Здесь ничего такого не было. Здесь был трекбол и колечко. Ну, также здесь, естественно, сбоку регулировка громкости, дополнительные клавиши, клавиша здесь, клавиша здесь, которые можно назначить на разные функции, ну и клавиша включения и выключения. Ну и всякие управляющие, отбить, принять. Здесь какие особенности? Во-первых, давайте еще, кстати, покажу. Сведения в системе WinMobile 6.1 Professional. Соответственно, здесь что у нас? О, режим мыши. То есть включить режим мыши. Была такая мышь, которая управляется трекболом. Когда он был новенький, все великолепно работало. Ну, сейчас уже все разболталось. Так, посмотрим информацию об устройстве. Установлено здесь у меня Wallroom 2.5 BIS. Я там с FOPDA что-то взял, поставил. И я... Это уже не первая тушка у меня. WebBar здесь программка установлена. Ой, много всего интересного установлено. Давайте топ-3, наверное, программы. Это SPB Pocket Plus, Resco Explorer и Opera Mini и Magical. О, топ-4 получилось. Opera Mini решал все вопросы с проверкой электронной почты, с соцсетями, типа там ВКонтакте, но такими простенькими. На Ютубе тоже что-то можно было подсмотреть. Magical, черный список. Ну, много всяких программ у меня было. На этом останавливаться не будем. На рабочий стол у меня что выведено? Читалка, перезагрузка, календарь, очистка памяти, батарейка. Можно подсветку было прямо отсюда сделать. Классная программа OneNote. Заметки ввести. Выключить звук, выключить экран. Ну, не экран, по сути. Тут есть разные фишки. Можно выключить экран, а можно... То есть я помню, вот этой кнопкой у меня выключается экран, а правой кнопкой выключается, как бы, и тормозятся все процессы в памяти. То есть тут две фишки. Экран отключить и отключить процессы памяти. То есть это позволяло там какие-то дела делать особенные. То есть на современных телефонах такого нету. Там у них одна только есть вариант отключения. Просто отключить и все. Ну, на айфоне я имею в виду. Что еще здесь на рабочем столе? Калькулятор. Удобный, самый лучший калькулятор. Agicalc назывался. Тык-тык-тык-тык. Насколько я помню, да? Agicalc. Будильники. Камеру давайте глянем, как она работает здесь. На данном аппарате. Ну, слушайте, ну не так уж и плохо. Здесь камера была 2 мегапикселя. О-о-о. Соответственно, вот эта кнопка выполняла роль спуска. Чик. Вспышки никакой не было. Можно было снимать видосики. Ну, нормальная камера была для тех времен. Разные варианты съемки можно было выбрать. Соответственно, здесь... Зеркальце для селфи есть. Тут спрячется разъем для GPS. То есть это все можно подрубить. Снизу у нас особенность данного аппарата. Это то, что у нас тут не было разъема для наушников. Просто его не было. Это, конечно, зашквар полнейший. Главные его два минуса. Знаете какие? Где разъем для наушников? И почему карты памяти вставляются под аккумулятором там внизу? Прошу прощения, может руки немножко дрожат? Вчера с железом занимался. В общем, чтобы подключать гарнитуры, приходилось... О! Переходник вот такой использовать. Ну не гарнитуры, а наушники. Там FM-радио у него было встроено. Я может было радио слушать. Оп! Переходник. Но при этом, чудом, у меня сохранилась оригинальная гарнитура. Вот она. При этом уже немножко перепаяна и переделана. То есть я от нее отпаял разъем mini-USB и припаял такой, потому что там что-то, ну, разболталось. Вот такая вот гарнитурка шла в комплекте с телефоном. Ну, естественно, здесь было micro-USB. Такие наушники были. Естественно, можно Bluetooth было подключать гарнитуры и так далее. Здесь было несколько индикаторов. Точнее, даже есть. То есть здесь сверху два индикатора. То есть они показывают зарядку, ну, статус зарядки, заряжается он или нет. Вот у меня вопрос к айфону. Почему индикаторы было бы не сделать? Было бы удобно. То есть на современных телефонах не на всех есть индикаторы. Ну, на Xiaomi, допустим, на тех же есть. Там на Mi 5, у меня тоже есть в семье. Там есть индикаторы. Здесь индикаторов H2. Один индикатор показывает пропущенные вызовы. Статус работы. Там он мигает зелененьким, если все окей. Синенький мигает, если там Bluetooth включен. То, что Wi-Fi подключен, тоже мигает. Насколько помню. Удобно. Удобная индикация. Удобный здесь динамик, микрофон. Все окей. Можно было петельку или шнурка подвесить. Кнопка Reset находится здесь. Качелька громкости. Громкость раздельная. То есть можно было раздельную громкость сделать. Ну, то есть громкость звонка и громкость системных звуков. Ну, всяких там музыки и так далее. В комплекте шла инструкция. Прекраснейшая инструкция, которая у меня чудом осталась. Вот она. Почему-то я ее не выбросил. Наверное, понравилось качество изготовления. Руководство пользователя. Посмотрите на толщину. Это просто жесть. Вот вы можете поверить, что к современным телефонам вообще инструкции не кладут. А раньше вот такое было. То есть если рассказать об истории этого телефона, то появился он где-то в 2006 году вообще на рынке. Есть краткое руководство пользователя, допустим, к нему. Появился он где-то в 2006 на рынке. У меня этот телефон с 2008 по осень 2016. То есть я очень много лет с ним отходил. Как это вообще возможно? Дело в том, что вот этот телефон, это, допустим, не вот такой вот айфон. У меня друг с пятым айфоном ходит вообще. Он уже ушатанный весь, но работает. Он его, конечно, отдавал в ремонт, но он работает. Вот этому удалось столько лет у меня продержаться. Только потому, что здесь все функции есть, которые нужны были на тот момент. Здесь хороший аккумулятор, хороший экран. Куча возможностей. Все можно кастомизировать было под себя с этой виндой. Что я и сделал. Один из минусов данных устройств, что очень сложно разобраться, настроить, чтобы ничего не глючило и все работало. И временами случались казусы, там экраны бились. Я просто покупал на Авито новый такой же телефон за две. Ой, первый я купил за полторы тысячи на Авито. Потом я еще купил донора, ну, наверное, году, это в пятнадцатом. За пятьсот рублей. Вот это текущее. Я его за пятьсот рублей на Авито взял. В пятнадцатом году. А даже недалеко от меня человек продавал. Я на велике подъехал. Я говорю, а что так дешево? Он говорит, ну, вот мне надоело, не надо. Это все ерунда. Кому нужны такие телефоны в пятнадцатом году? Я такой, мне нужны вот пятьсот рублей. Забрал у него вот эту тушку. Перелил из него прошивку. Мои файлы, бэкап всех файлов. В новую тушку. Это у меня заняло час. И я получил то, что такой же телефон, только в новом корпусе. Который, опять же, за год пошарпался. То есть, срок жизни этого корпуса, это, ну, максимум года два. Свой телефон не буду открывать, потому что он нам нужен сейчас. Покажу, что было у них очень удобно. А то, что у меня есть несколько донорских тушек. Что у них было вот здесь вот под корпусом? Во-первых, это у нас Ростестовский. Делались они в Тайване. Симка располагалась вот здесь. Она так, оп, выезжала и сюда вставлялась. А под симкой находилась microSD-карта. Объем, я так помню, вроде бы я использовал 4-гигабайтную. Но я не уверен. То есть, посмотрел я сейчас в интернете, что, типа, до 2 гигов. Но это, знаете, еще в интернете всякое пишут. Я вроде использовал 4-гигабайтную, но не гарантирую. Давно это было. Уже год не пользуюсь этим телефоном. Ну, больше. 2 года не пользуюсь. Но на данный момент полтора. Значит, карта памяти устанавливалась сюда. Чик, чик и закрывалась. Чем это было неудобно? Во-первых, все время вытаскиваем аккумулятор. Память здесь, в отличие от других телефонах. Но мы об этом еще поговорим. Она современная, более-менее на тот момент винда. Она энергонезависима. И, конечно, ничего страшного в этом не было. Но нужно было отключать, ждать, пока загрузится и так далее. Это бред. Это, конечно, бред. И поэтому... Ну, это вот главный минус. Главный минус. Карта памяти там непонятно где в заднице. И нету разъема для наушников. Чушь, чушь. Почему не сделали, не ясно. И вообще, этот телефон, он был такой. Первый HTC с GPS-кой. То есть, до этого они там их что-то не могли делать по какой-то причине. То есть, вот они выпустили телефон с GPS. Я пользовался GPS на этом телефоне. Все нормально, только лагало все дико. Тут процессор 200 МГц. И мощные приложения навигации, особенно, когда у вас много еще всякой чуши наставлено в телефоне, они просто... Ну, их не тянуло. Просто не тянуло. Поэтому это так смешно достаточно было. Еще заявлено. О, супер телефон там, ну, по тем годам. GPS и так далее. На него ПО поставить, что-то чуть-чуть кастомизировать, что-то там тык-тык-тык. Реестр поправить. Раз. И уже, если начинаешь пользоваться какими-то мощными приложениями, все дико тупит. Экран здесь. 240 на 320 точек. Так понимаю, ТФТ, 65 тысяч цветов. 64 гига оперативки в этом телефоне. Ну, из интересного еще здесь у нас вес. Вес. Специально назову вес. Эта штука весит. 128 грамм. Размер имеет 108 на 58 на... Выписал себе заранее все это на 19 миллиметров. Это есть и в самой толстой такой точке смотреть. При этом iPhone 5S. 113 грамм, а в толщину 7,5 миллиметров. 7,5 миллиметров. И 19. Вот она разница. Давайте чуть-чуть подальше отодвинем. Чтобы сейчас мы поболтаем о размерах и так далее. То есть разница чудовищная. Чудовищная. И не забываем, что на iPhone экран вот такой вот. То есть реагирует на пальцы. Здесь тоже реагирует на пальцы. Но здесь экран у нас емкостной. Здесь у нас экран, соответственно, ну, резистивный. То есть нажатие, нажатие, нажатие нужно. Опять я что-то нажал. Камеру. На рабочем столе. И если мы сравним с более древними образцами. То есть вот это у нас QTEC S100. То QTEC S100 у нас, конечно, потяжелее был. Это такой прародитель всех коммуникаторов, можно сказать. QTEC S100. 156 грамм. Я, в принципе, перейдя с QTEC S100 вот на это, я был очень рад то, что память энергонезависимая. Напомню, что вот на таких коммуникаторах, если кто не в курсе, на WinMobile, или вот на таких вот, на WinMobile, у них память была энергозависима. Если у вас села резервная батарея, села основная батарея, все данные просто стирались, и, пожалуйста, запускайте backup файл. Это полнейший абсурд. Но вот уже здесь, естественно, этого не было. Это был как глоток свежего воздуха. Насчет этого телефона я могу сказать так. У меня вот это вот был основной трубкой, мобилкой, все дела. Вот это была читалка-тире там небольшие игрули. Почему? Потому что здесь-то у нас просто нету кнопок, чтобы играть в игрули. Понимаете? Просто нету кнопок. Поэтому здесь, допустим, играть невозможно было ни во что. Процессор 200 МГц ничего не тянул. Особенно если у вас система засрана, как у меня всякими твиками и так далее. То есть минусов много, понимаете? Минусов много. Приходилось иметь вот эту штуку в качестве читалки для книг, благодаря удобному колесику и игралке. Если там надо было развлечься. Не всегда же серьезным собранным быть. Поэтому это был компромиссный телефон. Как GPS-навигатор. Тупил с засранной системой. Как просто выход в интернет. Все шикарно было. Как органайзер, как ведение заметок, как будильник, как звонильник. Все прекрасно. Фирменная зарядка у меня, по-моему, не сохранилась. Какая-то есть. Но, по-моему, у меня только вот от такого телефона. То есть обычная зарядка с USB на microUSB. Можно было подключать к ПК, например. Вот я говорил, минус карта памяти. То, что она далеко. Можно было подключать к ПК. Можно было. Но какие-то все время были глюки. Как-то он не хотел включать режим флешки. Там это надо с бубном плясать. Ужас. Ужас. Было бы удобно доставать карту памяти и все. У меня сохранились несколько чехлов. Тоже, я думаю, любопытно будет показать в этом же ролике. Например, вот такой вот чехол. Опа. Здесь был отсек для карт памяти. Естественно, это адаптер. А под телефон ставились только microSD-карты. И, соответственно, был вот такой вот чудо-чехол. То есть можно было пафосно вот так вот его открывать. Пум. И разговаривать. Был доступ к разъемам. Доступ к стилусу. Можно было закрепить на пояс. Таскал в нем некоторое время. Но это, конечно, ужас. Ужас. Потом у меня еще в качестве чехла была сумочка. Вот такая вот сумочка, которую... Так как чехлов именно под него, кроме таких, вот не было. Поэтому пришлось взять сумочку и немножко ее перешить. То есть универсальная сумочка для телефонов. Вот, пожалуйста. Пришлось там вот эту прошить. Эту, в принципе, тоже можно было прошить. И получить вот такую вот сумочку. Вполне удобная. Но, опять же, пришлось кастомизировать дико. И получить какую-то такую хрень. Некрасиво выглядело. И я достаточно долгое время ходил с такой штукенцией. Было удобно. Раз. Он даже подкаткает. От кольца осталась вмятина здесь. Забавно. То есть раз и два. Звонит кто-то. Алло, привет. Пока. И убрал. Дико истирался корпус. То есть вот эти поверхности, они должны быть серебристые. Во. У меня на одном из корпусов, они такие полусеребристые. То есть это все дико, дико истиралось. Информацию на аккумуляторе, я думаю, стоит показать. То есть будет любопытно. Информация на аккумуляторе. Плохо держит написано. Ой, похоже это, похоже на родной аккумулятор, да? 4,2 вольта. Бла-бла-бла. Ага, да. RT 160. Это RT, если его еще называли. Так, сейчас хочу вывести на экран то, что у него внутри. Потому что мне пришлось подразобрать его маленько. И, соответственно, там под кнопкой что-то подправить. Потому что кнопка включения запала. То есть, например, на современном телефоне на айфоне я такой пользуюсь и ничего. И ничего. И вообще не переживаю. А здесь я как бы пользуюсь и такой думаю, когда что сломается. Поэтому современные телефоны, конечно, хороши. Но, однако, смог бы ли я вот в такую поломку, какая была вот на этой штищишке, на коленке просто разобрать и поправить. На айфоне на пятом я смогу? Нет, не смогу. То есть, но зато на пятом айфоне, ну, ломаться практически нечем. У всяких таких движущихся особо деталей-то и нет. Ну что ж. Как вывод? Как вывод? Ремонтопригоден абсолютно. Если мы сравним с такими телефонами. Это, конечно, было небо и земля. И я всегда стремился какие-то технологии использовать современные. И, в принципе, очень рад тому, как я эти годы пользовался данным телефоном. Было много глюков, много времени потрачено на настройки на всякие, на поборки с глюками. Но я рад, что всё время пользовался коммуникатором, КПК, а не вот обычной какой-то такой трубочкой. Потому что всё-таки он дарил очень серьёзные возможности. Отмечу ещё раз. Мощнейшее введение дел, заметок, ежедневник. Выход в интернет комфортный с таким экраном, с оперой мини. Это чтение небольших книжек. Это очень гибко настраиваемый чёрный список. Удобнейшие калькуляторы, проводники, менеджмент файлов, просмотрщик видео, аудио, фото. Ну, что перечислять? В таких телефонах в те годы, ну, не было в таких телефонах этого. Поэтому, вот, коммуникаторы, это, конечно, то, что в будущем вылилось вот в это. Ну, наверное, это всё, чем я хотел поделиться. Такой вот очередной эпизод нашего шоу «Вперёд в прошлое» про старые мобильные телефоны и прочие гаджеты. Всё? Есть какие-то вопросы? Пишите. Аппарат пока что у меня на руках, не продам, как часть истории. Отвечу с удовольствием. Пока-пока. Увидимся.